здравствуйте дорогие друзья всем огромный привет сегодня хочу показать вам жгутик который я недавно показывал в шорте и покажу совсем немножечко распаковочку с сайта aliexpress немножко фурнитуры есть кое-что интересное там немножечко совсем покажу ну а и жгутик хочу вот сначала показать вам какой он у меня получился здесь жгутик 45 сантиметров очень и очень легкий его специально так вам стала показывать легенький-легенький цвета видите я как выбрала мне кажется так очень красиво на лето так интересно и он такой легкий легкий прямо вот прелесть вот берете смотрите какой легенький очень вот иногда хочется что-то такое легкое такое невесомое жгутик можно вот так немножко перри перекручивать перед тем как одевать он вот так вот лежит получается будет лежать вот такой жгутик мне кажется он миленький получился прям миленький хорошенький кстати я недавно ездила в торговый центр севастополь смотрите какие чебурашки черепашки какие я купила чебурашки черепашки вот смотрите как интересно сделано может быть и на алиэкспресс есть если по хотите попробовать поискать вот скриншот я вот так вот задерживаюсь прям так они сделаны хорошо смотрите прелесть ну то есть хорошенький здесь я сделала концевички через пин который вот закрутила вот так вот ну и вышла вот здесь видите да через концевичок в общем так решила сделать окончание вот значит вот такой жгутик у меня и я сделала серьги к нему сережечки я сделала вот так вот сережки швензы кстати вот какие интересные тоже я вот когда ездила купила не встречались они мне там в севастополе такие швензы интересные я таких как-то не не видела но хотя может быть мне не попадались здесь серьги с янтарем и сплетены квадратным жгутиком вот так вот швензы мне просто понравились какие они интересные швензы покупал на 16 этаже если вдруг кому-то нужно комнату не помню но вот на 16 этаже ну в общем вот так вот плетение такое не не сказать что сложная квадратный жгут обшивается вот как мы делаем бисерный мех там вот что-то типа такого и вот в общем то я хотела вообще показать как я делаю но у меня то одно то пятое то десятое и что-то я вот прям в общем какие-то приключения у со мной случаются в этот месяц вот но сейчас покажу вам то что мне понравилось сейчас вот я распаковала очень многие уже знают такие да показывали но здесь они мелкие то что мне понравилось они крупные обычно 8 или 10 миллиметров какие там бывают 6 у этих 6 на 5 то есть они ну прям чудо чудное хорошенькие хорошенькие сейчас я вам покажу я пока вы купила еще вот такие бусинки вот заодно сейчас покажу вот такие бусинки с напылением тоже классные прям я люблю такие укрывные бусины вот такого качества видите как они здорово смотрятся эти маленькие вот эти бусинки по моему если не ошибаюсь 5 миллиметров и если их вот так вот одеть но они хороши вот эти волнистые и с маленькими из и покрупнее тоже бусинки тоже будет хорошо вот так вот например но это конечно здесь сочетание не особо но вот видите как бы здорово в общем мелкие я такие мелкие просто не покупала хорошенькие оказались и вот эти бусинки с напылением вот они видите какие вот прям поближе так покажу не помню сколько 50 штучек здесь их 40 может быть ссылочки оставлю посмотрите но то есть они обычно всегда по качеству хорошие они бывают и черного цвета и серебряного в общем хорошие и розовое золото бывает потом я купила вот такие это вообще у меня повтор вот эти бусинки с крупным отверстием я их обычно как делаю с двух сторон одеваем в общем бусинку но здесь можно помельче чуть-чуть взять бусинку так волосинки какие-то можно чуть-чуть поменьше тип вот в общем вот так вот они смотрятся а здесь какие-то уже другие бусины ставим под рукой даже чуть что-то как-то ничего нет у меня в общем какую-нибудь другую бусинку поставить можно ну вот например вот даже если ку что-то мы хотим украсить то есть вот так вот то есть вот крупное отверстие закрывает вот эти вот бусинки очень хорошо и это у меня повтор они по качеству хорошие не облазит то есть покрытием вот потом я взяла вот такие вот бусины совсем маленькие колечки так я сейчас вам покажу тоже они тоже как здорово смотрятся сейчас я вам покажу эти бусинки берем одеваем опять же вы какие-то бусинки 5 4 миллиметра и вот так вот проставляем у там были кстати разные размеры вот этих вот мелких колечек они немножко рифлю некий и вот так смотрите как здорово смотрится видите здорово если например бусинки капельки какие-то тоже можно на окончание ставить и тоже очень красиво смотрится ну вот такие вот они прям совсем крохотулечки они наверно 4 миллиметра у меня не помню сколько точно ну вот так вот на вид на первый взгляд мне кажется они 4 миллиметра в общем маленький вот потом я взяла цепочку вот такую я такую не покупала бронзовую никогда первый раз взяла и мне понравилось очень она прям хорошая я по чьей-то ссылочке покупала не помню по чьей но по чьей-то ссылочке выбрала взяла очень хорошенькие золотую и брала серебряную вот такая цепочка их многие показывают но в общем отлично и еще то что мне очень очень понравилось это вот эти тоглы просто прелесть прелесть их можно на любое окончание вот даже если взять вот бусы мы здесь собрали бусы вот так раз и окончание будет но это обычно двухрядные вот так вот мы присоединяем здесь через кольца присоединяем а здесь можно одну ниточку ну многие знают да ну кто вот еще учится то есть можно на окончание вот так делать вот тоглы опять же вот здесь видите вот такая вот петелечка можно еще куда-то применять например я не знаю даже вышивку также можно петельку обрезать если не нужна можно эту эти бусинками обшить крылышки и как тогл будет красиво и куда-то еще применять то есть не вот прям замечательные вот такие вот тоглы понравились красивые так и еще я взяла вот такие фломастеры их уже многие сейчас показывают первый раз я увидела у елены соловьевой она показывала а потом я в каком-то магазине стала выбирать товар но что-то там заказала и чтобы что-то еще под заказать увидела там еще вот такие фломастеры я даже вот например вот у меня какой-то гематит какой-то лежит который органайзер да и я вот так им подписываю он вообще вообще не стирается ничего ничего то есть вот удобно можно что-то подписать и кожу обрисовать извиняюсь у меня все валится из рук можно кожу написано по коже по стеклу не знаю там по пластику можно рисовать в общем фетр кстати если нужно подрисовать по моему в этом магазине были еще другие цвета были наверное и красный то может какой-то надо посмотреть не помню потому что они сейчас стали часто встречаться такие карандаши и в общем то я думаю что можно вот для фетра тоже было бы использовать удобно хотя можно простым маркером конечно подрисовать если вдруг что-то где-то нужно но вот этот фломастер хорош тем что он не стирается так вот что в общем наверное ну в общем вот такая у меня распаковочка спасибо всем огромное жгутик вот еще раз покажу ну что ж всем всего хорошего всего доброго до свидания